Об этом учебном заведении в прошлом году узнала вся страна. Славу гимназии принес ее преподаватель истории и общества знания Сергей Кочерешко. Он стал лучшим учителем России. Сам победитель признается, именно коллективу и своим ученикам он обязан такими высокими результатами. Гимназия сыграла огромную роль и продолжает играть ее в процессе моего профессионального самоопределения, моего профессионального роста. Я очень благодарен коллегам в первой гимназии за, во-первых, ту атмосферу, которая здесь есть, а во-вторых, за те уроки, которые они мне давали. Первая гимназия – одно из образцовых учебных заведений города. Здесь обучается больше тысячи детей. Ежегодно гимназисты показывают высокие результаты в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Таких учебных заведений в Самаре должно становиться больше, уверены городские власти. По информации департамента образования, в ближайшие годы количество школьников в Самаре увеличится на 5000 человек. И мест должно хватить всем. Впервые в прошлом году было заложено строительство двух общеобразовательных школ. Вы знаете, эта школа в Красноглинском районе, она к первому сентябрю будет введена в строй. И школа в поселке Волгарь. Тоже огромная школа. Причем в поселке Волгарь школа должна была открываться в 2017 году. Но строители взяли на себя повышенные обязательства и обещают, что к первому сентября эта школа также будет дана эксплуатацию. 25 лет. Возраст для учебного заведения небольшой. Нужно удерживать взятую высокую планку. Поэтому у педагогов в первой гимназии еще много планов. Андрей Трой, Лариса Шалафас, Артем Сулайманов. События.